В районе Свинцового завода многодетная семья Калмуратовых живет уже шестой год. Когда в 2008-м Зарина с супругом и шестью детьми получила здесь жилье, женщина сильно переживала. Как ужасающая тогда экологическая обстановка отразится на здоровье их большой семьи. Но выбора не было. Приобрести жилье в другом районе Шимкента за собственные средства их большой семьи не под силу. Когда нам выдали этот дом, я была не в восторге. Завод на тот момент работал. Детей я на улицу практически не выпускала, так как боялась за их здоровье. Как выйдут на улицу, так сразу черными становились, как будто в саже. Сейчас, после закрытия завода, воздух стал почище. В бывшем огромный промышленный гигант выбрасывал свинец и его неограниченные соединения, которые проникали в организм через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и частичные кожные покровы, тем самым вызывая страшные заболевания. После закрытия в прошлом году Свинцового завода воздух в этом районе стал значительно чище, заявляют эксперты. Сотрудники экологического поста ежедневно берут пробы воздуха на соответствие эко-нормам. Сейчас в связи с тем, что завод остановлен, не производятся там никакие работы, воздух здесь у нас в пределах нормы, мы делаем замеры именно отдельно на свинец, отправляем в Алма-Ата, показаний превышений нету никаких, вот, все нормально. Вот год уже берем, пока не было такого, чтобы нам сообщили о превышении. Опасения за здоровье шимкенца во время своего последнего визита в наш город выразил и Нурлан Капаров. Министр окружающей среды и водных ресурсов Казахстана тогда поинтересовался, каким образом местная власть собирается избавить город от горы промышленных отходов. Этот вопрос вызвал довольно жаркий спор между Акимом области и руководителем Южполдиметала. Когда город избавят от промышленных шлаков, так и остался под знаком вопроса. Алексей Мавнуков, Амантай Ульбеков, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании Атерар.